Актуальные вопросы развития предпринимательства в Республике Беларуси в Брестском регионе, а также новые возможности использования единого экономического пространства на днях обсуждали участники семинара, прошедшего в городе над Бугом. В заседании приняли участие предприниматели, представители органов власти, в компетенции которых координация деятельности частных форм собственности, а также специалисты аналитического центра и союзов бизнесменов Беларуси. Сейчас интенсивно развивается диалог бизнеса и власти. То есть все проекты документов направляют нам, прежде чем принимать. Проекты законов, постановлений правительства, указов президента. Мы должны внимательно изучать и свою позицию заявлять. То есть в кабинетах сейчас законодательство не создается. Причем мы должны нести в кабинеты правительственные свою экспертную точку зрения. Что будет, как будет, чем нам самим помочь. В ходе встречи были обсуждены вопросы, которые волнуют, вызывают затруднения или мешают плодотворной работе берестейских предпринимателей. А также представлены доклады об экономической ситуации в стране, о предстоящих изменениях в налоговом кодексе и новых возможностях использования единого экономического пространства. А также о сложностях в выполнении технического регламента Таможенного союза. Республиканская конфедерация предпринимательства, наши региональные союзы часто выезжают семинарами. Мы встречаемся с предпринимателями, посещаем предприятия. И наша роль, особенно сейчас, вот почему в Бресте сейчас мы встречаемся, через несколько дней пройдет заседание Совета по предпринимательству под руководством Петра Петровича Прокоповича. И перед нами стоит вопрос, мы будем обсуждать вопрос модернизации, совершенственное законодательство, продвижение вопросов национальной платформы бизнеса, короче, все, что связано с развитием бизнеса, и малого, и среднего, и крупного. А перед этим надо посоветоваться. Поэтому не только будем рассказываться, но и советоваться с предпринимателями. Такие семинары уже стали хорошей традицией в нашем регионе и давно доказали свою эффективность. Ведь вопросы, которые поднимаются в ходе диалога, не остаются без ответа. И подобные результаты важны и полезны для каждой из сторон, как для самих частников, так и для власти и контролирующих органов.